В сегодняшнем ролике я отвечу на самые частые вопросы, которые задают начинающие виноградри и даже еще не совсем виноградри, а только те, кто хотят посадить у себя это растение. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию виноградри и винодел по призванию. С вами все это понятно и доступно. Первый, самый частый вопрос. Можно ли садить разные сорта винограда рядом? Не переопыляться ли они? Не только можно, но в некоторых случаях и нужно. У винограда есть такое понятие, как физиологический женский тип цветка. Вот таким растением, таким сортам и формам нужен опылитель. То есть в таком случае желательно садить его рядом с каким-то другим сортом, в идеале кишмешон, но пойдет и какой-то другой сорт. Как вам узнать, нужно вашему кустику друг-подружка или не нужно? В описании всех сортов и всех форм всегда указан тип цветка. Если оба и полы ничего не нужно, если женский, либо физиологический женский, либо репевиатура, ФЦ, что-то там еще. В таком случае нужен будет опылитель. В таком случае надо уже не один кустик садить, а хотя бы два. Следующий вопрос касаемо посадки. Какое расстояние между кустами должно быть? Могут быть совершенно разные мнения, но оптимально, если у вас место позволяет, это 3 метра. Это такая нормальная площадь для питания куста, при котором виноградному кусту должно быть достаточно комфортно. Если у вас место очень поджимает, то можно сократить до 2,5 метров. Конечно, можно садить и чаще, но это нежелательно, по крайней мере, для начинающих. Следующий вопрос. Это когда мне нужно строить шпалеры для винограда и нужны ли они на момент посадки виноградных лоз? Скажем так, если мы вообще говорим про шпалеры, то вы шпалеры можете построить и на второй год, и на третий, в зависимости от ваших возможностей, как финансовых, так и временно-физических, потому что на строительство шпалеров надо некоторое время. В первый год, когда вы высаживаете виноград, у вас вырастает один либо два побега, и вы прекрасно их можете подвязать просто на столбики. На следующий год тоже в классике у нас вырастает четыре побега, которые, в принципе, тоже можно забить колье и подержать их на кольях. Это первое. То есть по времени второй-третий год смотрите, как вам удобно. И еще вторая сторона этого вопроса. А нужны ли вам вообще шпалеры? Дело в том, что виноград можно формировать абсолютно по-разному. Есть формировки бесшпалерные, но выбор этих самых формировок, он зависит от того, насколько вы понимаете саму эту формировку, и от региона. То есть надо будет укрывать, либо не надо будет укрывать. Есть отдельный ролик по обзору формировок. Если кому-то интересно, то под видео в описании. Нажав кнопку «Еще» я оставлю ссылку, можно будет посмотреть. Конечно, чаще всего в северных регионах мы используем верную формировку, ну, либо, может быть, кордонную, но она требует шпалеры. Ну, смотрите, даже в наших северных регионах, если мы делаем формировку, которую вроде требует шпалер, мы можем без шпалера обойтись. И все, что нам для этого нужно – стена любого здания. Это может быть сарай, это может быть дом. Смотрите примеры на кадрах. Вот это наш при стенах дома. Шпалеры там как таковой нету. Есть уголки, на которых натянута проволока. Единственное, что вот так вот ровненько за нами, не повторяйте. Маленькое очень расстояние, и там плохое проветривание. То есть от стены дома хотя бы сантиметров 50, в идеале, можно чуть-чуть больше. Вот тогда это будет удобно, тогда там будет хорошее проветривание между стеной и виноградной лазой. Хотя, видите, вот у нас вот так вот растет, да, много лет. И нормальный мы там урожай снимаем, но уже исходя из нашего опыта, говорю, что лучше сделать подлиннее. Тем не менее, даже вот так вот у любой стены здания, у забора, то есть необязательно там столбы делать. Можно просто вот прикрутить какие-то уголки и натянуть проволоку. В общем-то, даже если кустов у вас немного, если вы их там не сильно нагружаете, у вас несколько побегов, можно их даже просто привязывать к кольям. Такое тоже допустимо. Насколько это будет удобно для вас, это уже вопрос другой. Но без шпалеры, в принципе, можно даже и обойтись. Но если вы решили, что она вам нужна, то на второй, на третий год желательно ее иметь. Еще вопрос касательно шпалеры. А какая лучше, одноплоскостная или двуплоскостная? Тоже этому посвящен отдельный ролик. Но лучше та, которую вам проще сделать и проще обслуживать. Если вам понятно, одноплоскостная, вы ее понимаете, да, как сделать, как в дальнейшем располагать на ней виноград, делайте такую. Надо будет, переделайте. Точно так же и с двумя плоскостями. Для вас понятно, для вас удобно. Вы можете себе позволить ее сделать. Пожалуйста, делайте двуплоскостную. И здесь самый важный момент при количестве плоскостей. Это не зависит от того, виноград у вас на севере, либо на юге. И на двуплоскостной шпалере вы можете его меньше нагружать. Это зависит, повторю еще раз, только от ваших возможностей. Но ролик про шпалеры я вам тоже оставлю под видео в описании. Но мы переходим к следующему вопросу. Когда я получу первый урожай? В классическом случае, в стандартном случае, первый урожай вы получите на третий год от момента посадки. Но если сложатся благоприятные условия, если вы за виноградом хорошо будете ухаживать, если ему у вас понравится, он почувствует вашу любовь, то уже на следующий год от посадки вы сможете увидеть первый урожай. Ну и точно так же, если случатся какие-то катаклизмы, если вы просто там тыкнули в землю и не ухаживали по каким-то причинам, то время по одоношениям может отложиться еще на сезон, а может быть и на два. Тут многое зависит от вас. Но повторю, в классике третий год. Следующий вопрос. А сколько урожая я буду получать с одного куста? Не совсем, скажем так, корректный вопрос, потому что с куста можно получать и 10 килограмм, и 100 килограмм. Зависит от ухода, от возраста куста и от того, сколько места ему отмерено. В среднем, опять же, ориентируемся на такие цифры, что если мы выдержали вот это расстояние 3 метра, то где-то 10-20 килограмм – это нормальная, хорошая урожайность. Но при хорошем уходе она может идти гораздо выше. В наших условиях самый большой урожай из куста, который мы снимали, это было 40 килограмм. Но повторяю, что это для северных регионов, потому что южане очень часто любят писать, что у вас там, у нас и 100, и 200, да пожалуйста, и 300 можно получать. Но повторю еще раз, возраст, условия и сколько места отмерено этому кусту. И последний на сегодня вопрос, тоже очень частый, очень мною любимый. А посоветуйте какой-нибудь виноград, чтобы его не надо было укрывать, и за ним поменьше надо было ухаживать, чтобы он не болел и так далее. Вообще, когда мы говорим о винограде, нам надо понимать одну вещь. Виноград – это культура южная, виноград – это южное растение. И у нас на севере он уже в нетипичных условиях. Конечно, можно его не укрывать, можно за ним не ухаживать, но такой будет и результат. Смотрите, пример яблони. Да, вот пока яблони растет в огороде, с ним все хорошо. Но если мы пойдем в лесу, найдем яблоню-дичку, то, скорее всего, там будут мелкие яблочки, такие невкусные, с горчинкой и так далее. Примерно такая же аналогия с виноградом. Да, даже в первые годы, пока есть там запас питательных веществ, он, в принципе, может давать и довольно неплохие урожаи. Но со временем ягода будет мельчать, он начнет болеть, даже если он очень устойчивый. Если он находится в неблагоприятных для себя условиях, он может болеть. И, соответственно, качество урожая будет снижаться, снижаться и снижаться. Касательно неукрытия и морозостойкости. В нашем конкретном регионе, в Беларуси, опасны не столь сами морозы. У нас не такие уж сильные морозы зимой бывают иногда, но не так уж сильно. Сколько перепады температур. Какой бы ни был морозоустойчивый виноград, да, опять же, есть морозоустойчивые сорта, но они генетически выводились для регионов со стабильной зимой. Если у нас пришло минус 30, да, там нападала куча снега, и вот всю зиму так стоит, то растение это может перенести нормально. А у нас что? Сегодня тепло, завтра холодно, завтра тепло, послезавтра опять мороз. И вот эти вот температурные качели, они очень сильно снижают морозостойкость винограда. И какой бы мы самый морозостойкий сорт не выбрали, нет гарантии, что он хорошо перенесет зиму. Опять же, расти он будет, но гарантировать вам хорошее стабильное плодоношение, ну, никто этого не гарантирует. Поэтому просто вам нужно иметь это в виду. Еще раз напомню, что виноград вообще-то культура южная. И наш регион, средняя полоса, это не совсем типичные для него условия. И поэтому, если мы хотим получать хороший и стабильный урожай, некоторые усилия для выращивания нам нужно приложить. Впрочем, как и для любого другого растения. Вместе с тем, виноград культура очень благодарна. И если мы приложим небольшое усилие для его выращивания, то он с лихвой нас отблагодарит. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на другие полезные видео и наши контакты. И до новых встреч!